Отдых в России в этом году станет дороже на 5%. Рост туристических расходов, по словам экспертов, связан с повышением НДС и курсом валют. Растут в цене и путевки на популярные заграничные курорты, где можно отдохнуть дешевле, узнала Анна Буянова. На первом в Новосибирске туристическом форуме рассказывают о самых интересных предложениях. Министерство туризма Израиля готово сдержать для россиян цены на уровне прошлых лет. Сегодня отдохнуть в Тель-Авиве можно за 35 тысяч рублей. Виза для въезда в страну не нужна. Для нас российский рынок очень важен. Гостиницы идут навстречу и делают какие-то скидки специальные именно под российский рынок. Снижают цены. Могу сказать, что россияне платят в несколько раз меньше, чем, например, израильтяне за те же номера и тоже проживание. Отдохнуть в Сочи теперь можно круглый год. Сегодня можно найти варианты за 1150 рублей в сутки. Благодаря Олимпиаде город Сочи стал круглогодичным, поэтому к нам можно приезжать постоянно. Основных факторов, причин приехать в Сочи у нас пять. Первая – это, конечно, наше море летом. Вторая причина – это горы. Горнолыжные наши курорты также пользуются большой популярностью. Их уже четыре. Третья причина – это, конечно, экскурсии. Четвертая причина – это, конечно, лечение. И пятая причина – это, конечно, мазь, конгресс-мероприятия. Цены на отдых в Новосибирской области пока остаются тоже на прежнем уровне. У нас несколько санаториев с уникальными природными факторами. Это Краснозерский санаторий, Доволенский санаторий и санаторий курорт озера Карачи. Есть у нас Абрашинский карьер. Это уникальное место в том плане, что там абсолютно прозрачная вода и там можно заниматься дайвингом. По данным крупных операторов, с начала года цены выросли, но спрос на популярные направления по-прежнему большой. Есть где-то в пределах 3-5% повышение цен, связанное с НДС. То, что касается выездного туризма, то мы видим на текущий момент всплеск раннего бронирования. При этом видим существенное повышение стоимости по ряду причин и с точки зрения повышения цен объектами размещения. Как сэкономить на отдыхе и куда лучше поехать, об этом готовы рассказать на туристическом форуме. Он будет работать до 5 февраля. Анна Буянова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.